Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях известный битбоксер Москвы и просто хороший человек Харея Александровна. Добрый утро, Александровна. Здравствуйте. Давайте затронем тему вашего творчества. Нам известно, что вы стали заниматься битбоксом, причем не с самого спеша, еще в раннем возрасте, если можно так сказать, с 15 лет. Не так было. И скажите, первый вопрос. Что стало подробно для начала занятия битбоксом? Угу, какой оригинальный вопрос. Так, для меня, наверное, я всю жизнь рос в музыкальной обстановке. У меня мать музыкантка, отец музыкант. И я хотел принести что-то свое в мой круг семьи. Но так как я не хотел учить ноты, но как-то не сложилось у меня с этим, я стал развивать, скажем так, самого себя. Когда-то я посмотрел прицельскую академию, если вы помните Майкла Уинслоу, который издавал вот эти все звуки. И меня это заразило, впечатлило, и я стал тренироваться. Поначалу это было ужасно, но потом был какой-то результат. Скажите, а является ли кто-то для вас идолок в вашем обществе? Два человека. Первый это Майк Уинслоу, как я говорил, с полицейской академикой. И второй это Birdman, это знаменитый английский битбоксер, который уже 10 лет просто устраивает невероятное шоу с установкой, и как и без установки. И я не раз общался с ним, вот, наконец-таки. И для меня он по сей день остается идолом, потому что он делает все великолепно, четко и, главное, харизматично. Что-то я скажу, он не только делает музыку, он делает шоу, и при этом вкладывает всего самого себя. Произошли ли вы свои первоначальные ожидания? Как это произошло? Ну, как вам сказать? У нас у битбоксеров, к примеру, да, вот, вы делаете какой-нибудь бит, вас где-нибудь записывают. Вы думаете, вау, это классно, меня записали, сейчас будет в Ютубе, ВКонтакте, вау. И вы посмотрели, вас записали, все классно, так вот смотришь, блин, я офигенно все это сделал, офигенно зачитал, офигенно сделал бит, все-таки много говорю слово офигенно, извините, практика. А потом через года два, когда ты, ну, так случайно накопался на это видео, смотришь, и будешь, блин, что за печаль, ужас, как я мог так делать, это ужасно. И поэтому у нас совершенствования, какого-то точки совершенствования на самом деле нет. То есть мы делаем, 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 что-то новое, новое, придумаем, придумаем. И все старое для нас это уже как напоминание, что, чувак, ты можешь лучше этого делать. Поэтому на определенной точке, да, я крут, пока что нет. Что вам дает битбокс в вашей жизни вообще? Знаете, битбокс мне дает, ну, во-первых, битбокс я начал делать для себя, поэтому для меня это какой-то внутренний особый мир. Мне не нужен, допустим, плеер, когда, да, он там разряжется. Вот, я могу просто идти по улице и набивать там какой-то ритм, там, еще что-то. Вот. И все свои идеи музыкальные, да, что мне там в голове творится, я могу как-то выписнуть, что-то сделать. И для меня это какой-то внутренний особый результат. Что дало в жизни, ну как, я достаточно знаменит. Появились куча знакомства, куча общений, и я неимоверно этому счастливу поблагодарен. Не знаю, что еще пожелать для человека. Вот. В плане финансов не жалуюсь, если можно, если честно. Так что, битбокс дал мне, наверное, если так объединить, это самое удовлетворение и маленькое счастье в жизни. А может быть у вас есть совет для начинающих битбоксов? Совет, вам нужен совет. На самом деле, ребят, почаще записывайте себя на видео, чтобы потом вы смотрели, так же думали, что вау, классно, можно выложить в ютуб, а потом через год, блин, вот. И вам это будет давать просто немыслимые толчки на что-то новое, на оттачку тренировки. И тренируйтесь везде, неважно. На улице, в больнице, в университете, везде. Вам это нужно, и к тому же вы будете привлекать народ. Да-да-да. Для наших тележителей, вы могли бы демонстрировать свои возможности? Ну, можно, 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 можно. Там, включаем, как-то оказалось. Сейчас в год посмотрю и думаю, боже, что я сделал в этом бизнесе. Спасибо вам огромное. С вами было очень приятно беседовать. Взаимно. Успехов вам в вашем творчестве. Большое спасибо. А я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня в гостях у нас был знаменитый битбоксер Москвы, известный также повседневный текстер и сам Калей. Всего доброго.